добрый день дорогие друзья я сегодня пригласила в гости вот сижу наслаждаюсь общением мы еле начали видео если честно потому что ему не могу оторваться такая энергетика сумасшедшая красавица концеволка практикантка отличница школа с золотой медалью мы сейчас вам все расскажем досмотрите до конца это удивительная история которая я лично вот в заклеп слушаю хочу чтобы вы тоже услышали какие у нас женщины на Украине какие наши жиночки вродливые продолжена украинская у тебя так хорошо это получается всех витаю мне очень приятно что про меня стихи гарных слов сказала Юлия так наши девчата гарни працовы и таланты и все это не только про наших девчата взагалі про нашу нацию это очень приятно и мы все чувствуем в межах нашей страны и за ее межами а сейчас мы находимся все в Немечке и еще наши женщины очень сильные настолько сильные вот каждую историю слушаю и слушаю историю этого это возрождение каждый раз а Вика еще и две войны пережила поэтому давай расскажем чуть-чуть о тебе я вот хочу чтобы подробнее узнали ты сама и я сама из Донецка в 2014 году в нашу страну пришла война и застала она непосредственно нас там меня и мою семью в 2014 году когда это все произошло все события в Донецкой области непосредственно в самом Донецке мы решили что мы уедем на подконтрольную территорию Украины и мы переехали в Одессу ты уже была замужем да я забыла замужем у меня на руках был маленький ребенок моя старшая наша старшая дочь и мы переехали вот втроем все что смогли поместить в машину переехали в Одессу в Одессе у нас началась новая жизнь Вика почему Одесса Одесса ну потому что это жемчужина у моря это глаза заблестели это прекрасный город который имеет свою глубокую историю это город не побоюсь такой фразы это город мечта Киев это прекрасный город отлично это наша столица но в Киев приезжают абсолютно все кто хочет чего-то может быть достичь у кого-то какие-то продвижения по работе а вот Одесса она более такая закрыта в плане не все туда хотят приехать потому что многие ее не да своя атмосфера не совсем понимают и Одесса это скажем так государство в государстве со своими принципами со своим колоритом вайбом да как сейчас модно говорить и вот мы решили что все-таки она должна быть в нашей жизни и поехали ближе к солнышку к теплу к морю я обожаю море потому что я и по знаку зодиака рыба да у вас были знакомые в Одессе абсолютно никого нет вообще абсолютно мы приехали туда знаете как обнаженные ну я вам хочу сказать Вика большая молодец потому что человек двумя высшими образованиями экономическое и юридическое закончила школу с золотой медалью приехала в Одессу и начала все с нуля вот с чистого листа выбрала сферу Вика расскажи да я в Донецке у меня была одна жизнь и я следовала в плане работы согласно своих образований вот а в Одессе непосредственно я уже решила себя переформатировать потому что так видимо звезды начали светить и захотелось себя попробовать в той сфере в которой еще никогда я себя не могла представить и никогда себя не пробовала это beauty и как пришла эта мысль это вот как сейчас тоже опять таки модно говорить это все inside вот я в какой-то момент почувствовала что я должна сделать что-то такое что может пригодиться мне в любой точке мира видимо это были пророческие слова очень мудро человек с экономическими и юридическим образованием поэтому я спрашиваю почему beauty сфера да это медицинская в медицину меня никогда не тянуло никогда такого не было зарыва и beauty сфера до beauty сфера очень современный подход на тот момент все что я знала про beauty это только с точки зрения как клиент потому что я тоже очень часто пользовалась данными процедурами разного характера и вот мне хотелось понять как это все таки подать эту услугу клиенту если я буду с точки зрения мастера и решила попробовать себя в самом простом самом базовом это шугаринг восковая депиляция коррекция бровей ну то есть все то что вот ручная работа и спустя какое-то время уже проработав в этой сфере просто как обычный мастер я поняла что надо себя масштабировать века масштабировала себя в одессе мне знаешь понравилась твоя мысль очень дальновидно что ты сказала что я должна использовать свой навык свою профессию в любой точке минул восклинах он тебя второй раз дала война да это очень актуально и мое все-таки это правило которое там где-то себе придумала она вот действует работала до сработало и в данный момент когда уже непосредственно в двадцать втором году пришла полномасштабная война в украину и мне пришлось уехать опять а ты в одессе то есть это вы получается до 22 года это тоже несколько лет тогда это определенный период хороши уже стабильный заработок масштабируешься есть свои клиенты своя жизнь как ты влилась в эту одессу первый год жизни в одессе это был скомканный период потому что одесса имеет свой колорит свое настроение мне от меня не принимала одесса пока я не приняла ее это все случилось если вы знаете мультик муана такой очень известный диснеевский и вот там когда нет девочка подошла к природе но природа была в качестве типа женщины да эта природа была в как камень такой засохший и свою проявила свою любовь и этот камень потом расцвел и вот они между собой как такими виртуальными корнями соединились вот на каком-то этапе спустя год когда я уже не в самой одессе прожила наткнулась и на плохой на хорошее меня вот одесса как камень вода аккуратненько обрамила и превратила в ту викторию которая есть сейчас и тебе нравилось очень что больше всего уголкнуть можно мы плачем иногда в одессе было все хорошо тоскуешь да по одессе что в одессе было все хорошо и это очень красивый город который дал мне возможность развиваться и я нашла себя вот эти корни про они проросли в меня я проросла в нее из этого момента в такой знаете щелчок и все звезды стали на свои места и и начался масштабный рост масштабное развитие я перешла просто с обычного арендного места в простой парикмахерской на второй фонтана масштабную уже студию после этой студии образовалась еще одна и практически это так знаете настолько было легко и просто что я даже не заметила как одна перетекла в другую я уже занимаюсь своей работой я деловая мне все нравится глаза горят руки делают ну все класс на каком-то этапе я занимаю первое место по скоростному шугарингу глубокого бикини это в нашей отрасли это очень круто 7 минут то есть это такие показатели скорость быстрота качества многие клиенты ко мне приходили с различных офисов и им это нравилось очень потому что они успевали кофе выпить пообедать сделать как говорит в одессе сделать базар они это успевали сделать в период обеденного перерыва и сейчас заскочить ко мне на процедуру то есть все я почувствовала все то что хотят люди в одессе переняла то что нужно и воплотила для себя я взяла нужно быть самим собой очень любить себя и следовать своим целям при этом не придавая свои принципы и оставаться верным своему вот направлению которое ты выбираешь и тогда все сложится так как надо может быть мы иногда думаем что идем неправильным путем потому что очень большое социальное давление возникает со стороны там может быть семьи друзей просто общество но надо понимать одно что ты у себя один ты самый любимый и вот то что ты чувствуешь это все надо воплощать в реальность и тогда все получится чувствовать надо здесь вы чувствуете эту энергетику я тут сижу наслаждаясь нужно нужно приходить на сеансы клики в удовольствие в твоем поле напитать энергией с удовольствием я только за очень кайфовое ощущение расскажи вот ты переехала в одессу классно восстановилась нашла новую профессию нашла новую жизнь да и тут у меня просто резко раз и и 3 нет нет я еще до 23 февраля у меня раз и такой переломный период я забеременела вторым ребенком и в этот момент я думаю боже мой ну как такое может быть я вот мастер в самом расцвете сил как карлса и все и вот хочу наслаждаться этим моментом когда я могу хочу и делаю и получаю от этого колоссальные плоды а тут я беременею понимаю что определенную деятельность надо поставить на стоп прерваться потому что ты мама будущее и ребенок требует от тебя внимания плюс старшая дочь вообще не понимаешь как это все должно быть но все равно нашла бы их когда родив ребенка я до последнего момента я в апреле родила 18 года 31 декабря я еще работала и это было классно ты не еще когда ты занимаешься своим делом когда ты получаешь от него максимальное удовольствие ты понимаешь что ты париж у тебя вырастают крылья и нет никакой усталости каких-то сложных процессов она все решаемо и все дается откуда так вот эти дополнительные силы и ресурс тебе хватило сил открытишь абсолютно абсолютно придя с роддома на 6 день я зарегистрировала новое частное предприятие которое занимала это интернет-магазин носочно-чулочная продукция для детей у меня было две шикарные модели они есть сейчас это моя старшая дочь мой новорожденный сын ну он чуть попозже конечно нет предела вы понимаете сидит наша украинская жиночка яка фонтанирует вот этим всем идеями энергией готова давать свою свой профессионализм клиентам знакомым друзьям и вот это вот это вот все сидит такое сейчас в германии это то чем надо пользоваться я тоже так считаю приходить у тебя у тебя вот так вот бизнес твой налажен бьюти сфера ты открываешь еще и интернет магазин да и вот в процессе третьего направления не было нет третье направление я еще не доросла до него на тот момент я смотрю что нет предела совершенства да и все нормально функционирует развивается на момент допустим начала войны у тебя все эти направления работали да но единственное что к 22 году к 23 24 февраля уже интернет-магазин начинал угасать потому что все-таки студии занимали больше времени и мне необходимо было больше уделять внимание поскольку масштабы количество клиентов запросов было на порядок выше раз мы не стоим на месте значит мы движемся все что двигается она идет прогрессу и вот все было прогрессе ну и чудесно это было очень так насыщенно эмоционально в хорошем смысле этого слова и 23 февраля где тебя застала война поскольку я приехала уже на опыте скажем так в донецке я это все ощущала и верно было до ночью ты верила что нет у меня клиентка кстати вот девочка из одессы то есть они никакого отношения к донецку не имели на известный блогер у нас в действиям и на регулярной основе делала процедуры и вот она у меня задает вопрос века но ты же из донецка ты же знаешь вот они все хотели услышать от нас какую-то от тех которые уже это пробовали пережили услышать какую-то дополнительную подсказку что делать или как себя вести но я говорю слушай это будет все наверно в состоянии такого латентного момента я вообще не думала об этом новости я не смотрела телевизор я не включала я была занята своей деятельностью и то что говорили я где-то мимолетно это слышала для меня это было ну как бы ну как будто на нас нагоняли страх но не да ни о чем я никогда не могла подумать что на самом деле будет вот такая ситуация которая есть сейчас уже на протяжении нескольких лет 24 февраля то есть 23 я полностью отработала свой рабочий день уставшая но довольная вернулась домой семья моя точно также приехали сын сада мы его привезли дочка со школы муж с работы поужинали легли спать то есть вообще никто об этом даже и думать не мог а вот в 5 часов утра собака наша начала очень активно себя вести и прям начал скулить он маленький щенок еще на тот момент был я не пойму думаю может быть он ну что что такое и услышала взрыв и это как знаете откатила меня назад это такой был флешбек в памяти этот взрыв он ни с чем не сравнится и все и мгновенно в памяти пролетают эти все картинки еще с 14 года я взяла мужа за руку говорю война началась и вот он что будем делать но естественно мы по инерции по инерции просто подскочили с кровати и побежали в детские комнаты у нас большие окна высокий этаж я в окно а мимо наших окон летят ракеты и это конечно было знаете состояние ступора в какой-то момент а потом понимаешь что только ты можешь решить судьбу в этот в данный момент до себя своих детей я разбудила детей со словами дети вставать война начала это были ну я сама себя услышала со стороны сейчас вот это твое нервное напряжение понимаю что ты это сейчас переживаешь это было страшно я дочка моя мам что ты такое говоришь младший сын он маленький еще на тот момент он не понимал вообще что я говорю и произношу такие вещи а лиза она конечно открыла глаза и была очень сильно удивлена тем что я произнесла и потом началась суета спешка знаете как в каком-то сне в наркозе вот кружится голова ты весь нервничаешь переживаешь что взять с собой что не взять что ты планировала вот увидела ракеты поняла что война я планировала как минимум собрать самые необходимые вещи потому что но и скажу одно ремарочка такая еще со времен донецка со времен 14 года у нас дома всегда была сложена сумка всех документов и эта сумка у нас и по сей день до тревожная чемоданчик у нас 14 года был на постоянной основе дома и мы его не разбирали поэтому документы просто надо было понимать это с февраль это зима сколько дни сколько дней под ракетами под ракетами я просидела признаться честно немного потому что мы выехали из одессы во львов такое знаете наивное состояние думаешь еще дальше от востока надо ну скажем отдалиться уехать при заехав во львов мы заехали под звуки сирены и туда тоже прилетела на склад на следующий день ракета то есть и ты тогда в тот момент я поняла что вся территория украины в огне в огне эмоциональном моральном и нет точки на территории украины где можно спрятаться от боевых действий то есть все ты как обнажен и дальше только твое принятое решение может как-то повлиять но это все настолько было смутно и непонятно что ты даже не мог придет представить какое решение нужно принять что нужно сделать и пробыв во львове с 24 с 25 наверное мы потому что стояли очень долгий период времени по практически сутки по трассе винницкой пришла идея тебе или мужу что тебе надо мы в унисон с ним у нас достаточно такая такие плотные отношения тяжело было расставаться очень это муж сейчас в одессе да это ощущение как будто бы тебя разрезали пополам и когда дети на тебя смотрят и и не понимают почему папа должен остаться а мама должна уехать ну с детьми почему-то почему мы всегда путешествовали мы всегда проживали хорошие плохие моменты все вместе то есть одной единой сплоченной семьей а здесь нас разделили и разделили не по нашему желанию и там как на порезать по живому как будто бы от тебя часть руки и ноги без разницы что-то у тебя забрали так вот моё было расставание с мужем детей с папой просто не маленький на тот момент они до конца не ощущали всю эту ситуацию и трагедию до скажем этого бытия ну и вы приняли решение что да у нас есть друг который в европе живет и он больше здесь новостного информационного потока был и он нас как-то немножко сориентировал что сейчас много украинцев выезжает масштабно в европу для того чтобы получить какой-то прыхисток тому что в украине почалась полномасштабная вина 5 марта я выехала со львова 8 марта я ехала единственное что я мужа попросила говорю пожалуйста давай мы отправимся с детьми хотя бы куда-то в теплое место в итоге виктория ехала в барселону оказалось дюссельдорф серго да и самое важное что самое интересное я сказала чего я восторге как виктория построила свою жизнь дюссельдорфе об этом мы расскажем вам в следующем видео какая она умница как она вот дождитесь нашего второго видео и вы поймете о чем я говорю я благодарю вас друзья за внимание до новых встреч спасибо